В 2015 год главой Республики Дагестан Рамазаном Гаджимрадовичем Абдулатиповым объявлен годом садоводства. И если в прошлые так называемые застойные времена в Республике было 68 тысяч гектаров садов, то сегодня их количество едва переваливает за 20 тысяч гектаров. В Хазавюртовском районе сады, в том числе и молодые саженцы, занимают площадь без малого 2000 гектаров. Из года в год площадь их увеличивается. Вчера наша съемочная группа побывала в селении Карлонюрт у фермеров хозяйства. Вот уже 8 лет, как Ахмед Магомедов посадил сливовый сад сорта кабардинка на полтора гектарах. Третий год уже деревья дают урожай. В день нашего приезда шел сбор. В сборе было задействовано около 30 человек. Трактор у меня, пожилой трактор с прицепом, купил я в прошлом году. Для обработки. МТЗ, да? МТЗ 50 у меня. Он мне вполне хватает для этого сада. Все обработки я сам делаю. И пахоту, и рискование, и канавы для полива я своим фрактором делаю. У другого фермера Салмана Беалиева 2 гектара садов слива и черешня. И сбор уже завершен. Говоря о трудностях, возникающих в садоводстве, фермер говорит. После того, как мы опрыскивание производим, поливаем ее. И полив у нас обязательный, так как плод должен укрупняться перед созреванием. Нанимаем рабочих. Но с поливом у нас трудно. Вот люди, все, кто ест в КФХ, у кого свои земли, каждый скидывается и как может справляется с поливом. Вот с поливом вопрос решит. И с реализацией продукции. Вот сейчас вы видите, на земле столько продукции. Сбыть трудно. Да, сбыть. Консервный завод не работает. Консервный завод тоже у нас. Перерабатывающий не работает, поэтому на местах. Чуть трудно. Жалко урожая. Но вот в связи с тем, что вот этот урожай нам сегодняшний дал в этом году. Хороший урожай в этом году. Как никогда. Что черешня, что слива. Но опять же сбыть вопрос стоит везде. Соман, у вас выход сколько? Выход составляет с гектара 10-12 тонн. А вот сейчас куда будут сдувать? Ну вот сейчас нам приехали предприниматели из других регионов. Вот они покупают у нас продукцию и увозят в другой регион. Да. У нас Хасаюрт тоже мы поставляем на рынке наши продукции. Вот Карлонюрт в этом году хорошо поработал. Людям дал работу по этой линии. Глава села сейчас оказывает сколько может свою помощь нам в поливе, в канавах. Но у него тоже все время не получается. По мере возможности он все делает. Главная проблема, как показала наша поездка, это реализация выращенной продукции. Очень много фруктов портится на деревьях и на земле. Фермер своими силами старается как-то выйти из положения. Но это не выход. Ведь через 3-4-5 лет увеличится количество площадей под сады и проблема приобретет еще большие размеры. Поэтому очень важно, чтобы в республике были построены и начали функционировать логистические центры, функциями которых является обработка и хранение продукции. Кроме того, они создаются исцелью, решат проблему доставки грузов от поставщика к потребителю, кратчайшие сроки с наименьшими финансовыми затратами. И надо отметить, что это уже проблема сегодняшнего дня.